Привет, меня зовут Вася, я вещаю под лейблом Chish New York И я бы хотел рассказать про автомобили в Америке Кому это нужно, сколько стоит и вообще как это все выглядит Автомашина по карману любому человеку с работы С работы людей живет много, так же как и безработных тоже много живет Автомашину может взять практически ребенок Начиная с 14 лет в некоторых городах, в других 16 можно получить права В третьих с 18 Новые автомашины начинаются, наверное, в самой базовой комплектации От, скажем так, 12 тысяч Можно взять какую-нибудь корейскую Kia, Hyundai или еще какого-нибудь говно типа Mazda Пакеты различные у нас есть Можно в коже, можно с кондиционером Все уже машины идут с кондиционером На новых Ford Focus я еще видел, где вот так ручкой надо крутить, чтобы опустить стекло И пассажирское, и водительское Так что я даже этот момент, по-моему, сфотографировал Дальше уже в зависимости от бюджета Человек, если может себе позволить более дорогую машину А если даже не может Автомобиль не обязательно покупать за наличку Можно взять машину как в кредит, так и в Lease Lease это такая американская система Очень популярная среди тех, у кого нет денег И кому не нужна машина в кредит Они заключают Lease с договором на 3 года Платят минимальную стоимость Ну там высчитывается от того, сколько машина потеряет через 3 года И вот этот процент разбивается на 36 месяцев И из этого выходит сумма, сумма этого Lease Lease это ближе, что-то ближе к кредиту Ну для примера я вам скажу, сколько будет стоить цена, если в Lease взять какую-нибудь Mazda 6 Mazda 6 машина не популярная в Америке Я думаю, ее стоить будет 200 долларов в месяц Чтобы ездить 3 года на Mazda 6 Как Lease истечет, ты можешь прийти в этот салон Mazda В тот же день тебе дадут новую машину, которую ты хочешь И пересчитают тебе Lease Ну например, такую Infinity можно взять в самой простой комплектации Если можно назвать комплектацию простой Долларов так за 400 Если дать чуть-чуть денег вперед, то есть заплатить налоги На добавочные, на продажу И заплатить в ГАИ, в местные ГАИ Чтобы получить новые номера Парковка Это бич Нью-Йорка Парковка очень дорого обходится всем автолюбителям в городе Приезжим и просто рабочим, которые работают на рабочих машинах И получают штрафы за неправильную парковку Штрафы очень легко получить, потому что знаков в городе немеряное количество Знаки многим тяжело читать Особенно тем, кто из других городов приехал в Нью-Йорк Им тяжело понять, как поставить машину Было очень популярно Я думаю, на сегодняшний момент тоже популярно Покупать машины в Америке И отправлять их за океан в Европу В страны бывшего СНГ Очень жалко, что Россию Эта возможность сильно Сильно русское государство Эта возможность обрезала Подняв пошлины на таможне Так как американские автомобили славятся большими двигателями Объемы очень большие Потому что иметь большую машину в Америке ничего не стоит Ты будешь платить равно столько Если у тебя двигатель 1.6 или 5.6 Ты будешь платить одинаково Независимо от того, сколько твоя машина жрет бензина Автомобили, которые везут за океан Зачастую покупаются на аукционах Никто не знает про историю автомобиля, пока ее берут Никто не знает, сколько у нее было хозяев Никто машину практически не смотрит Американцы очень просто относятся к своим авто Для них это просто средство передвижения Которое имеет 4 колеса, которые нужно заправлять И особо умные знают, что в ней еще нужно менять масло А большинство просто не меняет масло Они надеются, что машины скоро продадут Ну а моей любимой машиной остается автомобиль Ульяновского автозавода УАЗ Очень жаль, что я не могу на нем передвигаться В городе Бруклин, в городе Нью-Йорк С вами был Чиж и Вася Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok